Девушки отдыхают Человеческая болевать Здесь никаких понятий нет Если, как говорится, идти к пули, так своими ногами А чтоб не тащили, как обоссанным матрасом В район были хорошие люди И мы больше не слышали Своей фамилии, имя Только по номерам Мама в красном платье пришла на свидание Нельзя идти Какая разница, где я нахожусь Я же расту В очередной серии нашего фильма О русской системе наказаний О русской пенитенциарной системе Мы будем говорить о том, что человечество Очень многие века считало своим Главным достижением в области наказаний Еще нужно поискать Какой-нибудь другой процесс или действие Над совершенствованием которого Люди работали бы с таким тщанием Вы можете спросить, о чем я О том, что многие годы было принято называть Странным сокращением ВМН Высшая мера наказания Хотя, если вдуматься Чего уж высшего в том, чтобы убить человека Вернее было бы говорить Крайняя мера Старинные гравюры подтверждают К казням наши предки относились весьма творчески Хотя системы особой В высшей мере наказания не было Человеческая жизнь была коротка Ценилась недорого Смерть людей пугала меньше, чем сейчас Казнить было обычным делом А как казнить Часто решало местное начальство И только отдельные виды преступлений Влекли за собой строго определенные наказания Богохульников сжигали За убийство мужа Жен закапывали живьем Фальшивомонетчикам заливали глотку Расплавленным свинцом За антигосударственные дела И даже мысли Рубили головы Рядовые уголовники удостоились особого внимания Только при царе Алексея Михайловича Тишайшем Папеньке Петра Первого Тишайший был жесток Он узаконил четвертование Когда по очереди отрубали руки, ноги и голову Так казнили Пугачева Были времена Остались гравюры В конце 20 века Смертная казнь в России Перестала быть высшей меры наказания Подъем Шесть часов утра Подъем в колонии номер пять Сейчас полчаса на личную гигиену Здесь в умывальную не ходят Здесь все в камерах Этому человеку за 40 И для своего возраста он в очень хорошей форме Каждое утро он делает вот так Прямо в камере Плотную гимнастику Я сейчас лично Для себя, для меня Это стараться меньше болеть Лично по моему понятию Болеть в тюрьме Это самое плохое дело Вот здесь это первая зона Где за место каких-то там этих Блак или прочая администрация Днем разрешает спать Все же остальное время нельзя Только на табуретке сидишь Как дядя Поэтому Друг будет спать Я тут начну прыгать Приходится как-то Соблюдать это Как раньше было Правило советского общежития Валерий Андреевич Балин Уроженец Западной Сибири Один из тех На ком в России Закончилось время смертной казни В 91 году Его приговорили к расстрелу Пришли бы и сказали Все вот конкретно С те первого этапа Поедешь в исполнительную тюрьму Но здесь психанул Ночь не поспал Как-то бы настроился Чтобы Как говорится Достойно идти Чтоб тебя не тащили туда Вот как порой Тут некоторых показывают На расстрел Там тянут Ай-уй-май-вай А тут хочется вспомнить Как Олега Кашевого Чтоб так вот самому выйти Не запугаете Все Понимаешь Вот к этому настраиваться Чтоб ноги не подкосились Не обоссаться Не обосраться Супли не пустить Ну вы знаете Уже на тот период времени Отказано Отказано В помиловании Что в настоящий момент Будет приведен Приговор в исполнении Ну и далее Там были варианты Или сразу выводят В другую комнату Вот Или же ведут по коридору И в какой-то из моментов Исполнитель подстраивается Сзади вместо Сопровождающего охранника И делает выстрел за тылом Конечно тут словами Это не объяснишь Это Ну я думал Если каждый человек Испытать Сам бы мог На себе это все Тогда бы он мог это понять А так Рассказывать Я думаю Что не каждый человек Может это понять Ну он нормально спалит Да нет Ну какой сон Это Если каждый звук Каждый шорох И каждый человек Который подсидит В камере смертника Знает что Дверь открывает Я же не знаю для чего Значит за мной пришли Вот пришли И все Ну конечно такое состояние Все время Так вот Нервозность Такая Как будто Вот так вот Колото Вы не должны Ее баловать Я стараюсь День и ночь Устроить ее брак Ее царственное будущее И рано или поздно Она станет царицей Про ужасы русских казней За границей ходили легенды Это старый-старый Американский фильм Про юность Екатерины II Вот она еще маленькая девочка Живущая в родительском доме В Германии Слушает ужасные рассказы О России Дорогая В России вешатели Есть даже среди царей И некоторые из них Обожают своими руками Казнить своих жертв Этот американский фильм Конечно клюква Но мужик Который машет топором Очень похож на Петра I И не случайно На западе у него И была репутация Необузданного сатрапа Петру было 26 лет Когда он устроил Массовую казнь В стиле Ивана Грозного В Москве Казнил публично Сотни стрельцов Подозревавшихся в измене И сам в этом участвовал Картина Сурикова Утро стрелецкой казни Виселица на Красной площади Сам царь на лошади Одно добавление На Красной площади Не только вешали Но главным образом Рубили головы Это делали на Руси и раньше Но молодой царь Он же реформатор Ему нравится все иностранное В том числе Меч Вот такой Метровой длины Им очень удобно бить Даже плаха не нужна Один удар сзади Под основание черепа И все Однако Петр идет еще дальше Он заставляет рубить головы Своих товарищей С подвижников Те в ужасе У них дрожат руки Они не могут отрубить голову С одного раза Доставляют дикие мучения Своим жертвам Крик ужаса Стоит над Красной площадью Петр доволен Впечатление произведено На 30 сентября 1698 года Это было только начало Цветочки В этот день казнили 200 человек В течение следующего месяца Пьяные от водки и крови Петр казнит еще 800 В Европе не было государя С таким размахом Лично казнившего подданных Даже и без доказательств вины Стерильная чистота Свежевыкрашенные стены и полы Игривые занавески на окнах Меньше всего это похоже на камеру Для пожизненных заключенных Как солдаты по ранжиру Стоят банки с бытовой химией Во всем идеальный порядок Деньги присылают Почтовым переводом И мы им уже покупаем краску Там все вот это И камеру ремонтируют Только сами, да? Да Они только сами Они другим никому не доверяют Сами делают для себя И живут В этом разница между простой колонией И пожизненной Здесь не сидят сроки Здесь живут Обыск Сначала чувствуем себя неуютно Не привыкли смотреть чужие фото Рыться в чужих конфетах Но потом понимаем Хозяева знают Что их вещи регулярно смотрят Здесь разрешено Десять книг Пять тетрадей Три тарелки Кружка, ложка, три иконы Все В блокноте переведенные С английского надписи Название кнопок Для игровой приставки Раньше их разрешали держать Потом запретили Только телек Раньше у них наручники были за спиной Руки за спиной Руки за спиной в наручниках Потом вот эти влияния запада Разрешают уже расковывать руки И они не знали Куда бедненькие руки деть И руки дрожали И все такое Ну в общем я дала совет Сказала Вот так положи Зажми пока руки Потом привыкнешь Потому что они же там-то Раскованные в камере А когда вышли И со мной Просто вот переживали Очень сильно Вот это состояние День комфорта То есть они настолько привыкли Быть скованными То есть у них столько Зажимов телесных И психических Они там нарабатывают Знаменитый психолог Валерия Мухина Долго работает с пожизненными заключенными И даже написала работу Об их мотивации к жизни 21 век на дворе Лет 20 назад Она вряд ли бы имела Такую возможность Конец 19 века Еще один исторический персонаж Всероссийский император Александр II Царь-освободитель и прочее Не только его жизнь Но и его смерть Имеют прямое отношение К истории высшей меры наказания В России Старый-старый художественный фильм Приближает нас к событиям Произошедшим 125 лет тому назад 1 марта 1881 года Александр II Власти четверть века Он отменил крепостное право Телесные наказания И публичную казнь Он не знает Что последними Кого в России казнят публично Будут его собственные убийцы Днем первого Александр II Едет с военного смотра К себе во дворец Его ждет молодая жена С маленькими детьми Когда карета государя Выезжает на набережную Екатерининского канала Стоящий у парапета Студент Рысаков Бросает под колеса Первую бомбу Хорошо известно Что от первого взрыва Император не пострадал Его вышедшего из кареты Взорвал вместе с собой Второй бомбой Террорист Гриневицкий В России бывали перевороты И борьба за власть Но еще ни разу Простолюдины Не взрывали царя Это было неслыханно Император умер через час Новый государь Александр III Суров Аресты, следствие и суд По делу о цареубийстве Занимают всего месяц Газета публикует отчеты Из зала суда Зарисовки с натуры Главные организаторы И участники Должны быть казнены Публично Повешены Это будет последняя Публичная казнь в России Теперь здесь, в Петербурге Стоит театр юного зрителя Очень символично Потому что на этом Огромном пространстве Всегда бывали зрелища В начале 20 века Здесь кипел ипподром А в 19 веке Здесь, на Семеновском плацу Казнили политических преступников Прилюдно Желябов Глава террористов-народовольцев Его любовница И соратница Перовская Кибальчич Химик, отвечавший за бомбы Михайлов И бомбист-студент Рысаков Вот пятеро поднятых 4 апреля 81 года На Ишафот на Семеновском плацу Газета «Голос» 4 апреля 1881 года Несметное число зрителей Наполняло место казни Толпясь стеной За шпалерами войска Описание Ишафота Черный, квадратный Двух оршин высоты Обнесен перилами Два столба и перекладина На них изображали букву «П» Позади Ишафота Находились пять черных Деревянных гробов Со стружками в них И парусинными саванами Для преступников Приговоренных к смерти Обратим внимание на одну фразу Из этого репортажа О казни За Ишафотом стояли Два арестантские фургона В которых были привезены Палач и его помощники Почему палача-то В арестантском фургоне привезли? А потому что он сам был арестант Уголовный заключенный Палачей-вешателей Вербовали из уголовников Деньги платили Или улучшали условия содержания Вот фотография Палач с нерчинской каторги Тоже из уголовных каторжан Какой лютый взгляд Готов на все Но соглашались не все Когда нужно было повесить Лейтенанта Шмидта Поднявшего мятеж на Черноморском флоте Ни один уголовник Не согласился на себя это брать Слишком Шмидт популярен И тогда лейтенанта расстреляли Вот так Но вернемся на Семеновский плац Палач Фролов Сняв поддевку И оставшись в красной рубашке Начал с Кибальчича Надев на него саван И наложив вокруг шеи петлю Он притянул ее крепкой веревкой Завязав конец Потом он приступил К Михайлову, Перовской и Желябову Смерть постигла Кибальчича мгновенно По крайней мере Его тело, сделав Несколько слабых кружков в воздухе Вскоре повисло Без всяких движений и конвульсий Вторым был взведенный Ишафот Михайлов Он пытался что-то вскричать Но музыка и барабанный бой Заглушали его слова Третьим была повешена Перовская Она очень долго и сильно билась Трупы казненных висели Не более 20 минут Жандармы и казаки Обвивали местность Где стоял Ишафот Не допуская к нему подходить черни Привилегированные зрители Толпились около Ишафота Желая удовлетворить суеверию Добыть кусок веревки На которой были повешены преступники На счастье Так газеты описывали Последнюю публичную казнь в России Никто не знал, что публичные казни Вернутся через 70 лет При советской власти В первый год после Великой Отечественной войны Были несколько массовых казней Пособников фашистов Одна в том же Питере Как специально возле кинотеатра Кто решил именно так Показать неотвратимость наказания Для предателей Да еще путем повешения А не расстрела Неизвестно Есть мнение, что о публичных казнях Распорядился сам Сталин Во всяком случае Желающих увидеть это зрелище Среди советских граждан Недостатка не было В нашей истории Несколько раз заменяли смертную казнь А потом восстанавливали Вот 18 июня 1744 год О заменении смертной казни Поркой кнутом Елизавета, дочь Петра Отменила смертную казнь И прослыла доброй А то, что под кнутом человек умирал Казню как бы и не считалось Екатерина II по молодости Смертную казнь восстановила А потом к старости отменила тоже Требовала репутация просвещенного монарха А потом настал 17-й год Революция Первое демократическое Временное правительство России Тоже отменяет смертную казнь Одним из первых своих декретов Смертную казнь отменить Заменять каторгую Срочную или бессрочную А потом пришли Большевики Они тоже против смертной казни На словах Кто знал, что они зальют страну Кровью гражданской войны? А после войны наступил НЭП Капитализм при власти коммунистов Прилавки наполнились Перед большевиками стала задача Как держать в страхе Буржуев-НЭПМанов, крестьян и интеллигентов Не любивших большевизм Ни один суд не посадил бы За занятия бизнесом Или за то, что человек при царе Был чиновником или офицером И тогда в 1924 году Большевики придумали тройки Или особые совещания Тройки были над законом Сажали в порядке революционной целесообразности А потом и расстреливали И вот первые плоды Слон Знаменитый лагерь особого назначения На Соловках Зароды Жгулага Перевоспитывающиеся контрреволюционеры Кулаки и Непманы На общих работах Это агитационный фильм про Соловки Образец клюквы Почти идиллия Хорошо живется бывшим контриком В лагере на Соловках Вечерний чай Газеты Перевоспитываясь и да и только Правда Вскользь упоминается Секирная гора Место на острове Для нежелающих перевоспитываться Нехороших заключенных Вон они какие ужасные Туда им и дорога Только через много лет Откроется Что в бывшем монашеском ските На Секирной горе Без суда По решению той самой тройки Расстреливали людей Десятками И не только уголовников И вот было получено разрешение Расстрелять 300 человек В это время Мои родители были у меня На свидании Они наняли комнату У одного из охранников И мы там Втроем Жили в этой комнате Некоторое время Несколько дней Вдруг ко мне приходят Из рода Это был как раз День расстрелов И говорят За тобой приходили Вызвали в коридор Из комнаты Чтобы не при родителе И говорят За тобой приходили Что-то надо делать Я вернулся к родителям И сказал Что я ухожу На ночную работу Меня вызывают Так что вы меня не ждите Утром я приду Куда деваться Я пошел в Кремль Но не вернулся в роту И я спрятался Между делянками дров И сидел В это время Раздавались выстрелы Там на кладбище И я просидел всю ночь Ожидая Расстреляют меня или нет Найдут меня или нет Между этими травами Будущему знаменитому Академику Дмитрию Лихачеву Повезло уцелеть На Соловках В 20-е годы Через несколько лет После этого Тройки уже начнут Раздавать по всей стране Тысячи смертных приговоров И поставят Своеобразный Печальный мировой рекорд Это фотография Моего деда Сергея Набутова Я никогда его не видел Он погиб в 37-м году И бабушка Все фотографии уничтожила Боялась Враг народа А это фото Тюремное Нашлось несколько лет назад В архивах ФСБ Деда арестовали В Оренбурге И там же допрашивали По протоколам Допроса Все понятно Били, видимо, человека И он подписывал Все, что требовали В результате Вот такая бумажка Появилась Выписка из протокола Тройки То есть особого совещания ОСО Набутов являлся членом Фашистской организации Готовился к совершению Диверсионных актов Постановили Набутова Расстрелять Ни прокуратуры Ни адвокатуры Ни прошения о помиловании Расстрелять И все И на следующий же день Еще одна маленькая бумажечка Выписка из акта Постановление От 25 октября О расстреле Набутова Приведено в исполнение 26 октября 37 года Вот так Умер в пути следования В Карлаг НКВД И вот здесь Это самый акт О смерти О смерти И вот сдают его Умерший труп Несколько лет назад В знаменитой Бутырской тюрьме Мы смотрели старые-старые Личные дела Смотрели вместе Со звездой Бутырки Ниной Сергеевной Проработавшей здесь Всю жизнь С девичеством Некоторые дела Впервые открывали Через 50 и даже 60 лет Нина Сергеевна Правда ли, что здесь И смертные приговоры Приводили в исполнение А почему не правда Правда, да? Правда, да? И вы когда пришли Еще застали это время? Конечно Застали, но от нас Это все скрывали И вы не знали? Я не знала А что Расстреливали по ночам? Ну, конечно Не днем Когда рабочий люд Весь уже идет Все свободное Все закрывается Тогда только Это производили Дело Специально Наверное Комиссия приезжала Я не знаю Эту процедуру Этого Я не знаю Правда ли, что Вот здесь Вот в этой самой В подвале Пугачевской башни Расстреливали людей? Я уж не знаю Там в подвале Наверху Где расстрелили Я не участвую В этом Я понимаю Не знаю Там вот Где ходим В этот самый Вот был Пустынский Я при нем Пришла на работу Нина Сергеевна Говорила как бы Про прошлое А на самом деле Вплоть до последнего момента Бутырка Оставалась одним из мест Где приводили в исполнение Смертные приговоры Их было 8 Таких мест в стране Бутырка Владимирский Централ Красноярск Сызрань До перестройки В Союзе Исполняли в среднем 800 приговоров в год Последний был приведен В исполнение В 96-м году Сейчас в России 700 человек Живут с приговором Пожизненное заключение Есть конечно У них перспектива После 25 лет Выйти на угол Ну это Мало Мало еще кто Доживет Во-первых Вот так А из тех Кто сидит После 25 лет Одни уже Тоже Психика у них Ну хотя Сейчас вот Телевизор Они все так Более-менее У них мышление Это работа Смотрят Что в мире делаться Некоторые говорят Нам на свободу Неохота выходить Ничего там делать Если допустим Я лет до 70 И досижу Честно говоря Я буду сам Наверное Администрацию Просить Чтобы меня тут Доставили А куда я поеду Если бы не было Развода Да Или вообще Нет Вообще Да Ну в принципе У меня преступление На ней завязано Я же начал рассказывать Два барбоса Хотели навязать Свое меня А для этого Там они Через жену Ну хотели Коротко говоря Хотели изнасиловать Я потом узнал Приехал И убил обоих Все Все дела Мы еще встретимся С Валерием Балиным И другими В следующей серии Нашего фильма МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok